Всем доброго дня! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Но люблю я этот район Москвы, люблю я район Ивановской горки, Китай-города. Нравится мне здесь гулять. Очень атмосферно, очень исторично, очень-очень интересно. Итак, мы с вами на Подкопаевском переулке. Перед нами это коричневое здание с зеленой крыши, дом номер 5 по Подкопаевскому переулку. Это палаты шуйских в Москве, памятник древнерусского зодчества, образец каменной жилой постройки столицы XVII века, который является объектом культурного наследия федерального значения и расположен, соответственно, здесь, в центре Москвы. Первоначально палаты были одноэтажными, и лишь позднее их настроили двумя этажами. Сейчас это множество разновременных построек, из которых самая старая, середина XVII века, находится с южной стороны. В начале и в середине XVIII века палаты расширялись, перестраивались, настраивались. В начале XIX века с востока был пристроен дополнительный объем и устроены антресоли. Во втором этаже и антресолях сохранилась характерная для дворянских особняков начала XIX века планировка, а также фрагменты убранства – двери, печи, камин и наборные портретные полы. В дворовой части сохранились старинные ворота и фрагмент первоначальной ограды. При доме есть небольшой садик. В конце XVI века владение предположительно принадлежало Шуйским, отсюда и часто встречающееся название. Однако так называемый двор Шуйских принадлежал князю Ивану Михайловичу Борятинскому. Шуйский и княжестый род, потом ресурсовских князей, принадлежат династии Рюриковичей. Род шел от Александра Невского. На протяжении всего правления на Руси мостовской линии Рюриковичей и Шуйский являлись принцами крови и в случае прекращения мостовской династии имели право на царский трон. Такой случай произошел, когда умер Федор I Иванович. И после некоторой паузы, когда был Борис Годунов, царем стал Василий IV Шуйский. Во второй половине XIV века Суздальское княжество было ослаблено борьбой с татарами. После присоединения княжества к московскому княжеству Василий Дмитриевич Кирдяпа, правоприемник последнего Суздальского князя, примирился с участью и получил во владение город Шуя и его потомки стали называться Шуйскими. Один из представителей Шуйских, Василий Иванович, был в 1606 году выкрикнут русским царем. После поражения в битве с поляками под Смоленск на 1610 году он был свергнут с престола боярами и насильно пострижен в монахи. По некоторым утверждениям, в сентябре 1611 года в палатах Шуйских находился и скончался гетман Ян Петр Сапега, известный по смутным временам как сторонник Лжедмитрия II. Он остановился здесь, когда Москва была практически взята и Белый город захвачен, но заболел и умер. Иван Иванович Шуйский, последний из братьев Шуйских, в царстве не Михаила Федоровича, даже руководил московским судным приказом. Он умер в 1638 году и с ним род князей Шуйских в России угас. В палатах, как предполагают представители рода Шуйских, могли проживать в конце 16 века. Но поскольку никаких документальных подтверждений этому нет, следует относиться к этому как к городской легенде. Хотя на доске, которая висит на этом доме, написано, что это палаты Шуйских. Сейчас уже считается установленным, что эти палаты принадлежали князю Ивану Михайловичу Бариатинскому, воеводе, наместнику времен правления Ивана IV, Федора Ивановича и Бориса Радунова. Бариатинский – тоже известнейшая фамилия в России, история которой восходит к Рюрику. Это отрасль князей Мезецких, князья Бариатинские или Борятинские. Их фамилия происходит от названия Борятинской волости в Калужской губернии. От сыновей их родоначальника Александра Андреевича I, князя Бариатинского, разделились на три ветви. Наиболее знаменитой была старшая ветвь, к ней принадлежал князь Федор Петрович Бариатинский, который в 1595 году построил сибирский город Сургут и крепость в городе Березове. В 1603 году он ездил с посольством в Крым, человек деятельный, во время смуты он успел послужить воеводой Илжедмитрию I, Ивасилию Шуйскому, Илжедмитрию II. Рому сохранил он свое положение при царе Михаиле Федоровиче. В 1616 году он отправился в посольство в Швецию, где участвовал в подготовке столбовского мира между Швецией и Россией. В 17 веке Бариатинские участвовали во многих военных походах, служили воеводами в городах, были истольниками, принимали участие в подавлении мятежа Степана Разина. В Петровское время тоже участвовали в Северной войне, в Персидском походе Петра. Ну, в общем, вот такая это была фамилия Бариатинских. И предполагается, что все-таки эти палаты принадлежали именно этой семье и этой фамилии. Хотя называются они по-прежнему Палаты Шуйских. Ну, об этом можно очень долго и упорно разговаривать, много интересного рассказывать. А наша сегодняшняя с вами прогулка на этом закончена. Я всех вас искренне благодарю за просмотр этого видео. И приглашаю на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я желаю вам всем здоровья и всего самого-самого доброго. До свидания, до встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok